Микс Ньюс. Добрый день, здравствуйте, уважаемые слушатели. Программа «Встретились, поговорили». Сегодня проведу я, Олег Пеков, мне помогает Евгений Копеин за звукорежиссёрским пультом. У нас сегодня очень интересный гость. И телефон в нашей студии 67212-939-67213-939. Гость у нас лётчик-космонавт СССР, дважды герой Советского Союза, доктор технических наук, академик Международной Академии Информатизации Александр Павлович Александров. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, добрый день. И я помню вот эту песню, был первым в космосе, Гагарин, каким по счёту будешь ты, 55-й советский космонавт по счёту, и 123-й человек, который попал в космос. Сейчас, когда эта цифра уже там перевалила за полтыщи, в общем-то, ну, это, наверное, кажется чем-то невероятным. А ведь я знаю, что вы не собирались, ну, во всяком случае, вы появились на свет в годы войны, и в послевоенные годы вы, в принципе, вот были инженером. Я всегда, вот этот факт меня удивлял, вот в вашей биографии, потому что мы привыкли, что это обязательно лётчики, космонавт обязательно лётчик, а вот вы, в принципе, в сугубо мирной такой профессии, инженер. Каким образом вот вы думали о космосе, мечтали стать космонавтом? Понимаете, здесь нельзя сказать обо мне, как о многих других, потому что я был несколько ближе, чем другие, к вопросу вообще о ракетах. Дело в том, что мои родители ещё в 30-е годы прошлого века работали вместе с такими замечательными учёными, тогда ещё просто инженерами тоже, планиристами, Сергеем Павловичем Королёвым, Михаилом Тихонравовым, который тоже занимался планерным конструированием. И вот эта вот группа, которая организовалась в 31-м году на базе ОСАВИАХИМа, ОСАВИАХИМ расшифровывается как Общество содействия авиации и развитию химического вооружения, то есть защиты химической защиты, оно возникло в 27-м году, в прошлом веке, в 1927 году, и его задачей было укрепить государство и развить авиацию и химическую вот эту защиту. Это было чрезвычайно энергичное общество, которое спонсировалось государством и постоянно под надзором государства, партии, тогда всё это было очень строго, и действительно продвигалось всё. Люди шли, молодые, молодёжь шла в авиацию, в парашютизм, в планеризм, то есть это было такое движение очень сильное. И в этом смысле наши герои, Королёв и его команда, попали в условия, когда можно было собраться и действительно начать изучать это реактивное движение. И здесь же возник Цандер, потому что он рижанин, который переехал в годы Первой империалистической войны в Москву в 2015 году, завод-проводник, который здесь был в Риге, занимался разработкой различных и резиновых изделий, и электрических машин. И Цандер после окончания Политехнического института был туда направлен на работу. И как молодой инженер он занимался этой продукцией и был вместе с заводом эвакуирован в Москву. И в Москве он продолжал свои исследования. И когда завод возвращался после войны обратно, уже после гражданской войны, он просто сказал, что здесь занимаются авиации очень серьёзно, и я здесь останусь. И он остался в Москве. И вот он тоже продвигался, и с 1924 года уже начал практические шаги делать по строительству первого реактивного двигателя на базе паяльной лампы, которую он купил просто вот так в розничной торговле и из неё, поскольку других средств не было, начал конструировать. И вот эти вещи он начал делать, и потом ему посоветовали обратиться в ОСАВИАХИМ, и здесь они встретились и с Королёвым, и с Тихонравовым, и они начали вместе вести это дело и добились того, что это была организована группа ГИРД, которая была как институт уже с материальной базой и с производственной базой. Что вообще отличается от трудов Циолковского? Циолковский был просто теоретик, как многие другие в разных странах. Гоффман, дальше Оберт тоже занимался в Германии, и много-много других, которые... Это романтика, да? Это романтика. Она оставалась на бумаге, хотя хорошие теоретические были изыскания. И вот они организовали это, и вот в эту команду пришли и мои родители, в том числе мама и папа, и отец занимался. Они были знакомы с Сандером тоже? Они были знакомы, конечно, были знакомы, и мама рассказывала о Сандере, что как ни придёшь в этот подвал, а им выдали помещение в виде подвала, очень тяжёлые были условия, там только электрический свет был, и вообще было холодно, и он был не обустроен для того, чтобы там делать конструкторское бюро, там с чертёжными досками, чертили на столе. А у Сандера была отдельная комната, как входишь, как мама рассказывала, лестницу вниз в подвал, пройдёшь, и налево его комната. И у него всегда дверь открыта была, он сидел за столом, и вот у него был на шее шарф, она говорит, и он всё время что-то писал, у него были кипы бумаг и чертежей, и как не придёшь, Сандер всегда там. И Сандер иногда настолько увлекался своими вычислениями и планами, что забывал уходить домой, и люди его запирали, даже иногда забывали, и однажды Королёв пришёл на работу, он первым приходил, и увидел там Сандера, а тот спрашивает, что, рабочий день закончился? А Королёв говорит, вы что, не уходили? И вот после этого стали наблюдать все, был приказ наблюдать за Сандером и обязательно его отправлять домой, когда рабочий день заканчивается. Так вот, я отвлёкся. Но я знаю, что вы книгу просто пишете. Да, я уже написал, можно сказать, сдаю сейчас в печать эту книгу о том, как всё это происходило в этой замечательной организации ГИРД, потому что нет собранного материала, есть разрозненные вещи, конечно, Наталья Сергеевна Королёва, дочь Сергея Павловича Королёва, написала книгу «Отец», и там об этом пишется. Но там всё-таки посвящена книга Королёву, и период его жизни в ГИРДе, конечно, описан, и все его сподвижники тоже там представлены. Но у меня более глубокая вещь в том смысле, что показано, как всё-таки это происходило и как это возникло, как это перешло в настоящую организацию государственную. Потому что после того, как ГИРД закончил свою работу, он ведь как закончил? ГИРДовцы написали даже письмо Сталину с просьбой, мы много раз обращаемся и в ОСАВИАХИМ, и к Тухачевскому, который тогда был заместителем министра обороны по вооружению, и к Тухачевскому, что мы готовы работать по вашим заказам, но организуйте нам институт. И они всё время мечтали о том, чтобы у них была база, и был бы ракетный научно-исследовательский институт. И такой институт был организован, первый приказ Тухачевского о том, что этот институт будет работать, был сделан в 1933 году, в ноябре месяце. И вот после этого было утверждение Советом обороны, уже в декабре, и институт практически с 1934 года был организован и начал работу. Поэтому мечта ГИРДовцев сбылась. Но там уже наступило другое время, они начали развиваться, работать, но вы помните, это началось время Ежовщины в 1934 году, когда было непросто продолжать эту работу. Но это уже второй вопрос. Вот у меня вопрос очень действительно такой глобальный, но я вырос в то время тоже, я думаю, как все люди после 50-ти, которым сейчас после 50-ти, помнят, какой был подъём после полёта Гагарина, после полёта американцев на Луну. Ну, насколько оказалось, что вот всё, сейчас рукой мы достанем, вот уже Марс через, ну, к 80-му году точно будем на Марсе, а вот если мы говорить про наши дни, там, 2019-го, господи, так к звёздам уже полетим. И вот какое разочарование, я понимаю, ну вот у многих людей до сих пор, вот что же мы, вот непонятно, что же мы топчемся, кажется, вот на пустом месте 50 лет. Топчемся мы или всё-таки эта просто задача оказалась более масштабной, чем предполагалось? Я сначала скажу, как это было у меня. Вот я пришёл всё-таки, в конце концов, понимая, что мои родители близки были к этому делу, и меня это, конечно, заинтересовало. Я вообще любил приборы, был немножко радиолюбителем, приёмники собирал. И, конечно, после школы, ну тут у меня отец умер, такая была ситуация, что я не мог пойти в дневное отделение учиться. У меня брат учился в отделении дневном в институте имени Баумана, техническое училище. И я пошёл в вечерний институт и поступил как раз на работу в КБ Сергея Павловича Королёва. И мама моя туда пошла работать после смерти отца. И мы, когда оказались в этом коллективе, мне, естественно, было очень интересно, потому что всё было действительно, как вы говорите, захватывающе. И я пришёл как раз в 1964 году, когда только что слетали тройка космонавтов Комаров, значит, Феоктистов и Егоров. Они летали трое без скафандров, это вообще был такой фурор. А я уже начал заниматься, и мне поручили схему управления, систему управления кораблём отрабатывать следующего корабля, «Восход-2», где Леонов уже выходил в открытый космос. И это был такой подъём, и Королёв тогда сказал, мы будем делать свой отряд космонавтов и гражданских космонавтов будем отправлять в космос. И я тогда тоже думал, ну сейчас, да, завтра на Луну. Уже начал в библиотеке отбирать материалы все, и американские, и наши, по тому, как мы рассматриваем точку посадки, какие корабли пойдут к Луне. И мы уже строили, кстати, один корабль, который в 1964 году начали, который должен был облететь Луну. И там был командиром первого экипажа Леонов Алексей Архивович. Потом я уже начал заниматься подготовкой этих экипажей, но это позже. И вот, конечно, был такой подъём. И мы тогда ещё не понимали, что надо более прагматично смотреть на это дело, потому что не просто так, не за один день делается такой большой проект. И понятно, что у Королёва была одна особенность большая, что он в это время, ведь создан это было КБ, его КБ, ОКБ-1 оно называлось, постановлением правительства в 1946 году, это дата организации нашего предприятия, на котором я до сих пор работаю, значит, оно должно было, его предназначение было делать МБР, межконтинентальные баллистические ракеты. Тогда это нужно было, чтобы в ответ на вызов американской стороны, имеющей атомную бомбу, правда, они её бросали с самолёта, а мы решили, что когда она будет готова в 1947 году, она ещё не была готова в 1946, нам нужно будет средство доставки. Какое? И вот правительство приняло решение делать межконтинентальные ракеты, чтобы у неё дальность у этой ракеты была не менее 10-12 тысяч километров, иначе мы не достанем потенциального противника. И этим Королёву поручили заниматься. Но у него всё равно была идея науки и исследования Земли и полёта в космос. Получается, военная отрасль, она была толчком, да? Ну, наверное, это всегда было и всегда будет, что развитие вооружений, оно непременно за собой тянет и развитие всей гражданской промышленности. То есть мы делали, например, из военного бомбардировщика Ту-16, сделали самолёт Ту-104, из самолёта Ту-95, который до сих пор летает в дежурных режимах, там, по контролю океана и дальних, там, подступов к России, из него сделали Ту-114, замечательный самолёт, который служил, там, на дальние перелёты Москва-Хабаровск, и это замечательный был самолёт. То есть такая вещь, она неизбежна. То же самое у американцев, то же самое, Боинг, это те же самолёты, которые были военными. И вот Королёв выкроил как раз в 1957 году момент, когда нужно было дорабатывать ракету, там, по каким-то параметрам она не так летела, как надо. Ему сказали, ну, полгода у тебя есть. Он говорит, дайте мне ракету, я поставлю на неё спутник, и мы запустим его. И ему разрешили, и он взял эту ракету, быстро сделали. Вот Михаил Клавович Тихонравов, который как раз его сподвижник, он говорит, зачем нам городить полторы тонны спутник, пока там Академия наук сделает этот спутник. Давайте мы сейчас здесь 80 килограмм шарик, начиним его аккумуляторами, значит, радиостанцией и сигналами, которые будут на Землю идти, чтобы только сообщать, что я живу. И сделать его полированным, ну, там немножко вентиляцию, конечно, ну, самое минимальное. И 83 килограмма он весил. Четыре антенны и шарик. Всё. Сделали обтекатель, сделали толкатель, сделали быстро, за месяц. И поставили. И ракета, слава богу, полетела удачно. 57-й год, 4 октября. За октября наше государство, советское, тогда не совсем поняло, что произошло. В газетах утром была небольшая заметка. Запущен спутник, а Запад весь гремел просто. Там были такие статьи, что это открытие космической эры. И тогда только у нас поняли, насколько это серьёзно. Получается, что Королёв обогнал, да? Конечно. Он всё. И мнение правительства. И тогда Королёва слушали, а что дальше? Хрущёв его спрашивает, ну, ты что-нибудь ещё-то сделай. Он говорит, ну, что ещё? Ну, собаку, например. И он за три месяца сумел сделать кабину для собаки, ну, то есть, наше предприятие. Посадить туда лайку и, значит, запустить её в космос. Ну, зелёные, конечно, нас чуть не убили за это, потому что это издевательство над животным, оно погибло. Ну, что делать? Это для науки. Ну, мы-то были к этому готовы, потому что вот эти высотные ракеты, которыми занимался Сергей Павлович после войны, были снабжены капсулами, в которых сидели собаки, кошки, там, кто угодно. И собак этих отлетало очень много и очень удачно. И они потом целое, значит, хозяйство было возвращались и дарили даже, Эйзенхауру подарили собачку, Хрущёв подарил. О чём мультфильм, да, кстати, недавно снят, да, в России. Да, и есть фотографии, где Сергей Павлович Королёв с собачкой, с фотографией, он, все их очень любили. Это были такие дворняги, хорошие собачки. Так что, понимаете, наступило сегодня время совсем другое. Нельзя сегодня иногда даже мечтать, вот, например, Маск, который, конечно же, можно сказать, некоторые его гениальным называют, но я считаю, это просто молодой, очень хваткий, умный менеджер, который организовал команду очень хорошую специалистов, которые за короткий срок организовали и сделали ракету хорошую, и сделали вот этот, выиграли этот конкурс Space X-1, это суборбитальный полёт. Это замечательно, нет вопросов. И когда даже американцы тоже сделали свою программу, когда Кеннеди сказал, что в ответ на Гагарина мы должны ответить своей лунной программой, это была действительно национальная программа, задача. ответ сделать за 10 лет, как он поставил им к 70-му году, чтобы вы слетали. И они перевыполнили план, в 69-м в июле уже посадка была Армстронга на поверхность Луны. Но это вся страна работала на это. Ну, это вся страна, но, правда, немного затратили. Представь себе, 25 миллиардов и 10 лет. Это замечательный проект. Надо сказать, что они молодцы. Ну, а потом у всех наступили разочарования, вот с шаттлом, например, машина оказалась, ну, понимаете, они хотели шаттл запускать по 15 раз хотя бы, хотя бы раз в месяц. Этого не получилось. Это непростая. 300 миллионов стоит запуск шаттла. Ну, представьте себе, это непростое дело. Даже для такой страны, как Америка, это дорого. И она не оправдала, в общем-то, себя. Хотя строили эту новую международную станцию с помощью шаттла. Это неплохо у них получилось тоже. И у нас то же самое, для чего мы строили этот «Буран». Это замечательная машина получилась. Это вообще гениально, я считаю, сделать Глушко Валентин Петрович, который двигателист номер один у нас всё-таки оказался. Потом уже, когда Сергей Павлович ушёл, он продолжал его дело на этом же предприятии. Он сказал, я сделаю 700-тонный двигатель. Представляете, двигатель тягой 700 тонн. Никто в жизни ещё такого не делал. Сейчас американцы его двигатель у нас покупают и ставят на свои ракеты. И он сделал это, и ракета «Энергия» полетела. Потом полетел «Буран» с первого раза. Такое вообще в жизни не встречается. И мы «Бураном» показали, что наша система не только не хуже, она лучше тем, что она полностью автоматическая. И что у американцев шаттл летит, дорабатывает вот у них бак, и его двигатель работает, чтобы выйти на орбиту. А у нас ракета выводит «Буран» совершенно отдельно. Буран отдельно, ракета отдельно. И он 35 тонн тоже может вывести на орбиту и спустить 20 тонн на Землю. То есть это великая вещь, но он никому не нужен, ни военным, ни учёным. И он пережил своё время. Предвосхитил и пережил это время ненужным. И угас, потому что был невостребован. Но ведь в своё время практически весь Советский Союз работал на это. И опять-таки там в Казахстане, в Байконур, в Эстонии готовили питание для космонавтов. То есть там всё было завязано. И я понимаю, что, конечно, когда распались эти связи, это всё-таки… Более тысячи предприятий делали «Буран». Можете себе представить? По всему Советскому Союзу. В том числе, конечно, и Латвия, и Эстония, и другие республики. И когда произошёл развал Советского Союза, конечно, все предприятия практически легли. То есть они потеряли потребность брать их продукцию, потому что они специфические были предприятия. А перейти на другой тип продукции было невозможно. Да и потом у нас ведь либералы пришли к власти, практически либералы, которые просто умышленно считали, что нужно обанкротить все предприятия, быстренько их выкупить и сделать капитализм. И это сделал товарищ Чубайс успешно. Но вот такие предприятия, как наши, его убить было невозможно. И несколько таких предприятий остались, и слава Богу, мы выжили. В чём вот главные, вы видите, проблемы полёта на далёкие расстояния, хотя бы до Марса? Какие есть свои подводные камни, с которыми может столкнуться? Они не подводные, они прямо вот на виду. И Маск, конечно, большой романтик, наверное, и всё же не прагматик в этом смысле, что нужно сначала теоретически и практически доказать тем, что у тебя есть все системы для того, чтобы смочь доставить тех 200 человек, о которых он говорит, я пошлю нашу диаспору человеческую на выживание в Марсе. Это, конечно, чистая сказка, даже не фантазия, не фантастика, а сказка. Так нельзя. Автомобиль можно запустить, но пусть он летает, но до Марса он всё равно не долетит. Но нужно понимать, что для того, чтобы лететь к Марсу, нужно, во-первых, иметь полный запас для людей, если мы хотим людей запустить. Потому что наши замечательные, я бы сказал, компаньоны по международной станции, по другим проектам, американцы и европейцы, они очень неплохо показали сегодня свои возможности. Сегодня и европейские, и американские марсоходы очень хорошо себя показали. Это замечательные проекты, и они имеют будущее, конечно же. И поэтому автоматы могут работать уже сегодня, без всяких вопросов. Вот Луна-Грунт мы тоже вот в 2020 году запускаем и с европейскими, и с американским аппаратом запустим обязательно. Я имею в виду те аппараты, которые работают на исследовании возможностей, например, добывать из атмосферы Марса. Вот мы на Марс тоже запускаем аппарат, в котором будут стоять приборы американские, в которых задача из атмосферы Марса, а там углеводород, понимаете, в атмосфере. Из него взять СО2 и выделить кислород, и попробовать его пустить на дыхание для экипажа. Это первая задача, чтобы ресурсы, которые понадобятся экипажу, довести до Марса. Мы же не можем поезд везти туда, правильно? С запасами еды и воды и воздуха, чтобы питать экипаж. Значит, нужно научиться вырабатывать из того, что под руками, то, что вам нужно для жизни. Это еда и дыхание, и питьё. Так вот, уже из СО2 практически американцы научились сегодня выделять чистый кислород и пытаться его дать человеку дышать. Вот это будет первая экспериментальная установка, которая там это попробует. Но нам же нужно ещё защищаться от рентгена и ультрафиолета, и от осколков, и от чего угодно. Значит, нужно делать не броню, броня тяжёлая, а что-то такое, чтобы магнитное поле, может быть, ещё что-то, чтобы защищало нас. Это вторая задача. И третья задача – люди. Они должны быть… Абсолютно здоровых людей нет. Как у нас говорят врачи, есть люди недообследованные. Поэтому человек может заболеть. Значит, нужно уметь его вылечить, 100% вылечить, иначе он умрёт. А возвращать, извините, человека неживого обратно – это вообще крах программы. Правильно? Значит, нужно научиться его лечить или иметь гарантию, что он будет здоров. Вот три столпа таких, которые стоят на пути к Марсу. Которые нужно решить. Да. Ну, я думаю, к 50-му году решим. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, после чего вернёмся в студию. Я напомню, Александр Александров, лётчик-космонавт СССР и дважды Герой Советского Союза у нас в студии. И вот как раз во время паузы мы немножко заговорили о том, что действительно люди воспринимают часто космос, я понимаю, всё-таки через призму кино, и для них, ну, иногда кажется, это очень… вот эти огромные космические корабли, там чуть ли не звёздные войны, когда там летают из одной галактики в другую, нажал на кнопку, там и фотонный двигатель перенёс. Вот, кстати, действительно, может быть, о кино, если говорить, вот насколько… есть ли какие-то фильмы, которые более-менее всё-таки правдиво отражают вот эту космические будни? Есть фильмы, конечно, во всём мире об этом, и особенно вот американцы преуспели в этом. И вот последний, можно сказать, фильм такой совсем недавно вышел, ну, он не совсем недавно, он уже два года, наверное, «Пассажир» – мне показался он, я его дважды смотрел, была презентация в Москве, потом прошло… год прошёл, и я его ещё раз посмотрел. И я могу сказать, что там хорошая фантастика. Она действительно очень большая фантастика, потому что вести людей, команду для высадки на другую планету – это реально вообще так можно сделать в анабиозе, в каком-то, я не знаю, там они были спящими, и потом показать вот этот большой межпланетный корабль, причём там не просто наворочена какая-то техника непонятная, как она работает, там всё логично, что действительно магнитное поле против метеоритов работает, что работает система выхода в космос для ремонта, для чего угодно. Там всё очень в таких хороших рамках, и мне понравилась сама вот техника, показанная там. Ну, фабула там, молодой человек разбудил девушку, это уже дело десятое для меня. А вот техника показана очень неплохо. И вот тоже такая маленькая деталь, что там бармен оказался роботом, чистым роботом. Вот в такой роли я робота понимаю в космосе. Пусть он работает барменом, выдаёт тайны чужие, может быть. Но не более того, потому что когда говорят, что вот робот поможет мне работать в открытом космосе, ну пусть он гайки заворачивает, но для этого не нужен человекообразный робот, для этого будет какая-то рука, которая будет заворачивать гайки, отворачивать, включать разъёмы нужные, но не нужно человекообразного делать, не нужно повторять человека. Понимаете, у нас весь корабль делается, у нас такой принцип. Мы вот в России делаем как. Полностью автоматический корабль. А дальше начинаем смотреть, где можно заменить автоматические системы. И тогда человек, экипаж, наиболее интеллектуальное звено в этой системе может взять на себя. Когда он подлетает, например, к какой-то планете, ну так, если взять фантазию, он может, он, только он может определить, что ему должно быть интересно, выбрать место посадки. Никакой телекамерой и роботом вы это не обнаружите. Ей наплевать, там камни, она обнаружит их, но она не будет понимать структуру, что там вообще, и как дальше в перспективе, куда идти-то. И человек здесь проявит свою интеллектуальную мощь. Вот это исследователь, и он так всегда им останется. И вот не нужно заменять его этими роботами. Что касается других фильмов, «Гравитация», конечно, очень здорово сделана. Там прекрасная компьютерная техника и компьютерная графика. Все это здорово, очень хорошо сделано, качественно, но тоже с большой долей сказки. Потому что в скафандре, который, там, кстати, российский скафандр, «Сокол» называется, которым пользуется внутри корабля «Союз», самого лучшего и надёжного корабля, для спасения в случае разгерметизации. Он пристёгивается только одним шлангом к баллону с кислородом. Если у вас этого баллона нет, вы ничего сделать не можете. Баллон кончается довольно быстро. Ну, сутки вы проработаете, но летать-то вы не можете в этом скафандре. Это же не вода, где вы гребёте в нужном направлении. А там, значит, вот, Буллок, это актриса, она в нём прилетела на китайскую станцию, там был корабль, она спустилась. Ну, здорово, конечно. Фантастика, она допускает это, но всё-таки вот так. Я считаю, что такие фильмы, как вот в России вышло «Время первых», «Алеонови», «О их полёте» с Беляевым, это тоже такой захватывающий фильм. Ну, понимаете, без фантастики, ну, не бывает захватывающего фильма. Поэтому там, конечно, немножко кое-что преувеличено. И поэтому он смотрится, я считаю, и нужно его показывать, потому что молодёжь должна видеть. Точно так же фильм «Салют-7». Кстати, дублёром того бортинженера Савиных, который в реальности летал, я был. И мы вот с Поповым, с моим командиром, мы их отдублировали с Женебековым. И, в общем, готовы были выполнить такую же задачу. Там ничего смертельного-то не было, потому что всегда можно было остановиться и сказать, нет, дальше не идём. Не стоит того станция, чтобы экипаж погиб из-за этого. Поэтому некоторые страхи, что вот они летели в неизвестности и вообще... Ну, в фильме там вообще так нагнеталось, что как будто бы там готовы были, там чуть ли не по приказу правительства, давайте вот пожертвуем людьми. Да, это нагнетание обстановки, конечно. Потому что так у нас не делают. У нас всё-таки на первом месте, как и, кстати, у американских служб по обеспечению полётов, безопасность экипажа на первом месте. Если экипажу это грозит, всё, не делаем, не подходим, уходим. Вот такой... Вот не могу не спросить про Армагеддон, где вообще там изображался... Ну, это полное безобразие. Я считаю, это совсем безобразие. Шапки-ушанки там... Мало того, что... Ну, ладно, шапки-ушанки. Но, понимаете, шаттл не может приземляться на астероид. Ну, вообще никак. Ну, буровые установки. Правильно, там всё здорово. Жертвуют жизнью. Отец погибает, дочь остаётся. Ну, всё это замечательно. Но это фантастика. Ну, нельзя до крови доводить. Всё-таки. Вот вы были в космосе 309 суток, 18 часов, 2 минуты 58 секунд. Насколько... Ведь это ещё одна, я понимаю, проблема дальних полётов – это то, что организм очень плохо реагирует на, ну, вот, долгую невесомость. Он не очень плохо реагирует. Он просто начинает халтурить. Знаете, это слово? Он начинает работать в полсилы. Ну, вот, например, сердцу предлагается в невесомости качать кровь к ногам. А зачем ему качать кровь к ногам, когда легко, и он гоняет её по малому кругу, голова, таз, а ноги даже там холодеют. Нам даже в полёт дают унтята такие маленькие, сапожки из овчины сделанные, чтобы согревать ноги. И это правильно, потому что, в конце концов, до ног не доходит много крови. И поэтому мы занимаемся вот той самой физкультурой, которая обязательно до обеда и после обеда, до обеда, например, велосипед, обязательно нужно прокрутить энное количество там километров проехать. А после обеда я в основном бегал, очень любил беговую дорожку с напряжением. Пробежишь 4 километра, уже чувствуешь себя хорошо. И днём мы носили нагрузочные костюмы, которые называются пингвин. Это такой костюм, в котором внутри амортизаторы, которые стягивают плечи, притягивают к поясу, а ноги притягивают к тазу. Там на конце стремена такие, и все эти резинки работают целый день. И ты целый день под напряжением, чтобы спина и другие мышцы не расслаблялись. Только вечером снимаешь его и чувствуешь себя, как вновь родившимся. Это очень было приятное ощущение. Но это нужно, это правильно. И наши, кстати, вот почему американцы сами хотят приобрести опыт. И сейчас вот послали девушку одну на 320 суток полёта, для того, чтобы самим познать, что это такое. Потому что пока у нас беспрецедентный опыт длительных полётов, и медицина у нас очень сильна, биология по длительным космическим полётам, мы здесь впереди планеты всей. И, конечно же, это очень важно, что они у нас, медики, это всё понимают. И даже вот вымеряли, размеривали каждый экипаж по уровню готовности его к полёту, его физических кондиций, с тем, чтобы дать ему рекомендации, как заниматься. Не надо перетренировываться, не надо лишнего делать, но нужно сделать хотя бы минимум. И это вот всё, конечно же, очень ложится хорошо на будущее, на марсианские полёты. Потому что сделать искусственную гравитацию можно, но это очень сложно. Можно сделать такую центрифугу небольшую, и эта тяжесть, например, там, ну, хотя бы две десятых, она бы как-то всё-таки прижимала человека. Это возможно, и, может быть, так и будет. Но мы должны уметь вот с этой невесомостью бороться другими путями. Она плоха ещё тем, что она в это время вымывается кальций из организма. Как вы не хотите, а он вымывается. Потому что кости не работают на нагрузку. И у них нет потребности себя держать в тонусе. И это нужно поддерживать. Органы внутренние тоже как-то меняют свою работу. Слух, глаза. Всё это очень важно поддерживать, конечно. А вот вы упомянули опыт американцев. Я понимаю, что вот в космосе насколько, несмотря ведь и на холодную войну, ведь всё равно какое-то вот сотрудничество происходило. И вот как на Международной космической станции вот общаются между собой космонавты из разных стран, из, может быть, разных систем там политических? Вот смотрите, это интересная вещь. У нас сейчас международный проект. Начинался он с нашего модуля «Заря». Потом к нему прилетел ноут американский, состыковали. Вот первая пара и экипаж туда на шаттле прилетел. Потом прилетел экипаж уже на «Союзе» и начали строить. Американцы строили это с помощью шаттла. Манипулятором доставали модуль, пристыковывали и так строили, строили, строили. Россия строила это с помощью полёта на ракете «Протон», которая выводила очередной модуль до 20 тонн массы и пристыковывала к уже имеющимся. И вот дальше мы, вот я лично участвовал во многих международных встречах и отвечал за экипажи, за их работу, за их ответственность и отбор этих экипажей для полёта на эту станцию. И сегодня летают те, кого мы ещё отобрали когда-то. Так вот, мы, например, писали инструкции и вообще был у нас документ, который определял правила поведения и порядок работы. У нас было принято, что международный язык на станции является английским. Если человек выходит в открытый космос, он может говорить на любом языке, на своём. Если мы летим на Союзе, мы говорим только по-русски и читаем тоже только по-русски, хотя мы даём им и английский текст тоже, чтобы в нештатных ситуациях он разобрался в нужной надписи. И, значит, на Союзе, так же как на шаттле, свой язык. Наши летят на шаттле, они говорят по-английски там. До этого все проходят подготовку у всех понемногу. Ну, основная подготовка проходит у нас и у американцев, в НАСА и в российском космическом агентстве. Это центр подготовки космонавтов, звёздный городок у нас. А потом на сессии ездят по месяцу в Японию, в Канаду, чтобы научиться работать на манипуляторе, чтобы изучить японский модуль, чтобы, если вам придётся работать с ним, то, значит, вот, знать и уметь. Потом есть общие задачи, которые мы должны решать в случае аварии. Если авария, то, значит, есть красная книга, так называемая. Это книга аварийная. Мы все берём её и начинаем смотреть, что мы должны сделать. Мы разбегаемся все по своим спасательным кораблям. Потом начинаем выходить и смотреть, где течёт, если пожар, значит, где горит. Если разгерметизация, начинаем измерять давление, закрываем люки, потом... Ну, там своя методика. И это объединяет экипаж. Все работают вместе, всё время командой. Шесть человек на станции. Трое на американском сегменте, трое на российском. Причём из российского сегмента один ещё и на американском работает. Иногда это бывает, вот как сейчас Объединённые Арабские Эмираты прислали астронавта с его. Он работал у нас, потому что мы его как туриста возили, и он работает у нас. Поначалу мы вообще были перевязаны так, что строили станцию вместе. Мы ходили в американских скафандрах на их сегменте. Они выходили в наших скафандрах. И я был свидетелем и руководил работами, когда в нашем гидробассейне работали в американских скафандрах в России и готовились к выходу. Это было интересно. Даже так... Мы решили, что можно даже переносить американские скафандры к нам и из них выходить на наши. Но это было нецелесообразно, и мы не стали этого делать. Но экипажи работали там и работали здесь. А на бытовом вот уровне, как происходит это общение? Ходят ли в гости друг к другу? Ну, это безусловно, конечно. И первые особенно... Эта традиция была с первых полётов, потому что в первом полёте были два наших, и один командир станции был, Шепард. И он, значит, у нас был Крикалёв и Гидзенко, два космонавта. И вот это первый экипаж, который прилетел на «Зарю» и «Ноут». И вот они начали работать на «Заре». «Заре» — это тот модуль, который был российский. И после, когда подстыковалась «Звезда», следующий модуль, у нас там организовалась кают-компания, вот приблизительно половина этого стола, стенка, где были и питьё, и расположена пища. И все, кто был на станции, любили приходить вечером и ужинать вместе здесь. Это была такая кают-компания. Делились едой, они любили, и сейчас любят. А насколько отличается вот питание вот тогда советских космонавтов и американских? Ну, оно и сейчас, российская еда и американская продолжает быть. Она действительно отличается, потому что, ну, сама, понимаете, такая культура питания, она несколько отличается, американская от российской, от европейской даже. Поэтому у них еда несколько другая, но она, ну, употребляема нами тоже, и мы обмениваемся, но они очень любят нашу еду, почему-то, я не знаю. И мы же привозим ещё и овощи, и фрукты, у них этого меньше, хотя у них возможности гораздо больше с этим. Когда шаттл летал, они могли привезти там тонны этого всего, этой еды. Но, тем не менее, у них тоже много консервированного всего и довольно специфическая своя еда. Привозили мороженое, что было вообще так, несколько... Американцы, да? Да, американцы, что это было, у них посильнее холодильники, чем у нас, ну, это дольше хранилось. А вот свежие фрукты и овощи мы привозили больше. И грузовик позволяет привезти 350 килограмм там сухого груза, пожалуйста. А вот в нашем музее медицины вся еда была в тюбик, ну, когда показывают там, будет космонавт. Ну, сегодня это, понимаете, столько времени уже прошло. Я летал вот дважды на разных станциях, Салют-7 и Мир. Я должен сказать, что на мире уже был большой прогресс, ассортимент гораздо больше. Сегодня ассортимент, он вообще всё, перешёл все границы. То есть, ну, совершенно... Сегодня основным является консервированная вторая часть обеда, блюдо, которое, например, в одной банке вы видите курицу с рисом или с любой другой кашей. Очень много сублиматов. То есть, это возгонные, ну, картофель или каша, возгоняемая и удаляемая влага превращает их в сухой продукт очень малого размера и лёгкости высокой. Вот фрукты, овощи, они могут быть возгоняемы вот с удалением влаги, специальной обработки, и находятся в пакете герметизированном. Вы видите сегодня в продаже даже такие продукты. Потом вы добавляете туда воды, 200 миллиграмм, допустим, или 150, горячей. Мы просто берём, там открываем клапан, насаживаем его на трубку, которая выдаёт нам горячую воду. И любой температуры воды, воды вы можете туда напустить сколько хотите. Кофе так разбавляем, соки, что хотите. И получаем кашу. Я первый эксперимент сделал, ещё никто не присылал нам отдельно, присылали молоко и отдельно кашу рисовую. Я сделал кашу с молоком. Я соединил их там и получил кашу с молоком. Кулинарные какие-то. Да, кулинарные первые опыты. Поэтому разнообразные. В тюбиках остаются только такие вещи, как соки могут быть, творог иногда. Вот я очень любил творог, который желеобразный, вот он с черносливом, например. Очень вкусная вещь. Вообще космическая пища, она дорого стоит, но она стоит того, потому что она очень вкусная, потому что там высокий уровень контроля, там с определённых полей нам мёд собирают, понимаете? Где пчёлка летает, там никаких пестицидов быть не может. Ну, всё это очень проверяется. Особенно в советское время был порядок с этим делом. ГОСТ, он есть ГОСТ. А вот по сравнению с теми временами, насколько более жёсткий контроль или наоборот, вот сейчас в отряд космонавтов, психологические тесты, какие-то физические нормативы? Я должен сказать, что, понимаете, вот я вам говорил о том, что здоровых людей нет, есть недообследованные. Вот уровень сегодняшнего арсенала средств для исследования человека очень высок. Вот эти вот томографы появились, появились всякие различные приборы по проникновению внутрь и изучению внутренних органов, они просто человека всего наизнанку могут вывернуть и всё. И с этой точки зрения, конечно, расширяются границы ограничений. Потому что, ну, сейчас по зрению, например, можно с очками лететь. Раньше это просто было невозможно. Ну, близорукость большая, конечно, это не годится. Но если чуть-чуть разность в глазах, например, один глаз такой, другой, дают возможность одеть очки и там, ну, я не знаю, минус один, может быть, я не знаю. Просто говорю, что с очками можно летать. И сейчас, конечно, раздвигаются границы с точки зрения возраста. Мы определяем, что дело не в возрасте, а в том, как человек физически готов перенести. Вот Глент, например, на шатре летал после... Семьдесят, по-моему, там. Семьдесят восемь лет ему было. Это же вопроса нет. Ну, там перегрузки больше четырёх, ну, просто не может быть. Но это что такое четыре? Это совсем немного. То есть я хочу сказать, что границы расширяются. Но, с другой стороны, психологам начали давать у нас, по крайней мере, какие-то большие полномочия. И они иногда по каким-то своим там тестам, своим наблюдениям могут человека вообще просто отстранить из-за того, что, ну, я не знаю, может быть, это перегруженность информации, может, это вот нервные системы стали людей иначе как-то реагировать. Понимаете? Сейчас людей труднее отобрать по здоровью. Я не знаю, почему. И потом, по количеству заявлений желающих, у американцев гораздо больше всё-таки, чем у нас. Ну, вот нам уже показывают, что осталась последняя минута. Если вот можно коротко, ничего подозрительного в космосе не наблюдали, спрашивают нас тут. Ну, я понимаю, что не видели ли вы, условно говоря, инопланетные? Ну, да, это всегда этот вопрос существует. Я просто хочу сказать, что, конечно, видели некоторые объекты, непонятные нам, но нельзя было точно сказать, что это НЛО, нельзя было сказать принадлежность его земная или космическая. Я верю в то, что где-то миры, где есть существа, которые мыслят и которые могут выйти с нами на связь, есть, я думаю, они есть, но то, что вот сегодня они нас здесь окружают и пришли из космоса, я всё-таки, ну, не наблюдал, и мои товарищи тоже. И в том числе американцы не могут этого сказать. Поэтому будем надеяться, и я желаю всем здоровья и удачи. Спасибо огромное. Александр Александров, дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт, сегодня в нашей студии. Спасибо вам, до новых встреч. Спасибо.